МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику. И сегодня в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин подчеркнули, встреча вписывается в стратегию усиления сотрудничества Минска и Москвы. Много разговоров даже по поводу встречи, неожиданно даже для меня, я очень внимательный, вы знаете, у нас на фронте там отслеживаем каждое телодвижение, неожиданно разговоры много встречаются, очень часто и прочее. Но это наш план. Мы об этом объявили еще в конце прошлого года. Главное, что двигаемся вперед. Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента, и мы видим, что мы превзойдем в этом году, Беларусь и Россия, свой товарооборот до пандемийного или до ковидного уровня. А там у нас больше 35 миллиардов долларов было. Нам же, знаете, предрекали там чуть ли не стагнацию какую-то. Экономика в России растет, естественно, привязанная к России. Наша экономика нормально двигается. Но всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я пользуюсь таким доверительным отношением с вами. Я захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит. В первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером в Беларуси. Мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4%. И это хорошая тенденция, важно её сохранить в том, чтобы делать всё последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон сама для себя и определяет. Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. С вдоволь всем. Море становится всё теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад. Говорили лидеры и о нагнетании ситуации вокруг инцидента с запросом на посадку в Минске лайнера «Ренеер». Мгновенно западом предприняты синхронные недружественные меры в отношении Беларуси. Причём больше всех пострадала авиакомпания «Белавиа», которая вообще никак не причастна к инциденту. Помните, вот период прошлого года, когда, ну, наверное, больше России никто не спасал своих людей, вывозя с курортом. Помните, когда вы, и даже с Индией нам помогали, человек 200 вывезли белорусам. Где-то мы попутно вывозили россиян, Белария наша. Тогда всё закрылось. И наша компания вывезла, наверное, не наверное, а тысячи-тысячи человек. Шведов, немцев, значит, поляков, литовцев, у них вообще наглухо было закрыто, американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку аэропорт был открыт единственный. А потом американцы у нас забирали людей, или мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года, в начале этого нам благодарны. Белария, Белария коллектива за вывезенных людей, спасённых. Вот этот случай с самолётом, к которому Белария, Владимир Ильич, не имеет никакого отношения. Какое Белария компания имеет к этому отношения? Там самолётов у Белария не было. Базируется на аэропорту, там и вы летаете ваши самолёты и другие. И чужой самолёт упрекают военных, что мы там его посадили. Белария при чём? Замочили на всю катушку. И если бы не вы, вот в этот период, я смотрю, москвичи просто... Москва отказывает. Летите вокруг Беларуси, они принимают самолёты в Москве. Сразу почувствовали. Но за что наказали трудовой коллектив Белария? За то, что они в ковид их вывозили тысячами. Вот их лицо. Я отвлекаюсь от того, что было. Я покажу вам некоторые документы, вы поймёте, что там происходит и происходило. Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого. Самолёт президента Боливии всё время посадили, президента вывели из самолёта, и ничего, тишина. Совершенно верно. А с Россией в Турции, помните, в Сирию летел самолёт, якобы оружие посадили, досмотрели. Никто не кричал, но досмотрели, досмотрели, ваше суверенное право. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать? Ну, нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмём и мы. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин уже тет-а-тет обсуждают дальнейшие шаги. Работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке союзного государства. Планируется, что затронут и международную повестку. К воздушной блокаде нашей страны с завтрашнего дня присоединяется Украина. Запрет на транзит и полёт и очередной недружественный шаг со стороны Киева. На пятый день после инцидента с самолётом компании «Ренеер» отдельные государства спешат показать преданность западным политикам. А Международная ассоциация гражданской авиации наконец-то приняла решение расследовать инцидент. Чем оборачивается ситуация для обычных людей и чего ждать в будущем, Алексей Кряквин продолжит. Юрий Громаковский и Елена Кузнецова много лет живут во Франции. Там остались дочки, их семьи, внуки. Юрий и Елена сохранили белорусское гражданство и тесные связи с родиной. Часто приезжают в Минск. Но в этот раз всё пошло не по плану. И вот когда коснулась вот эта ситуация, что нет билетов, мы уже четвёртый день подряд ездим в авиакомпанию «Лот», чтобы нам хоть что-то ответили. Нам надо приобретать другие билеты. У нас сейчас здесь у кого-то взять ещё денег, это тоже есть проблема какая-то. То есть деньги стоят, да, билеты стоят денег. Да, сейчас билеты, получается, через Турцию нам предлагают лететь и там ночевать. А какие это суммы? Это 2000 долларов на двоих, получается, где-то так. Это очень дорого. Потому что сейчас даже неизвестно, даже как Москва будет лететь. Причин срочно вернуться во Францию много, в том числе и плановая вакцинация. Вторая доза Пфайзера. Но личные планы граждан любой страны западных политиков не волнуют. Коснулась и иностранных авиаперевозчиков, и компанию «Белавия». Из-за закрытого европейского неба отменены рейсы в 12 городов. Люди массово сдают билеты. В офисе перевозчика ажиотаж не первый день. Да, планировал посетить могилу матери на Украине. Но, к сожалению, поездка не получилась. Поэтому пытаюсь вернуть деньги. Наверное, письменное заявление нужно писать. В отпуск хотели, но, слава богу, что хоть деньги отдали. И тенденция к закрытию направлений пока сохраняется. С завтрашнего дня небо для белорусских бортов закрывает Украина. Но здесь достаточно напомнить, что с 2014 года, когда произошла катастрофа с малазийским «Боингом», над нашим южным соседом не особо-то и летают. А инцидент с возвратом в аэропорт Джулианы белорусского борта под угрозой истребителями в 2016 году, чтобы снять пассажира, это, видимо, совсем другое. Что касается чартеров, которые из Минска направляются в Турцию и Египет, не исключено, что Украину им придется облетать. Это скажется на стоимости билетов. В данном случае за недружественными действиями Киева последует режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Решение пока введено сроком на 6 месяцев. Оно вызвано тем, что в последнее время мы расцениваем, что Украина систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли СНГ. В отношении Беларуси действует 8 антидемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампочки накаливания. То есть целый перечень продукции, которые подпадают под ограничения как экспорт Республики Беларусь в Украину. Формальным поводом для давления на Беларусь стал рейс Афины-Вильнюс. В Минске он сел после того, как поступило сообщение, что на борту находится бомба, которая будет активирована над литовской столицей. Беларусь сразу же предложила провести расследование в международном формате. Но в Евросоюзе решили, что выгоднее разбрасываться обвинениями, а не выяснять правду. На закрытом обсуждении Совета безопасности ООН представители Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии приняли заявление, в котором утверждается, что рейс был посажен по выдуманным причинам. Заявление в плоскости политики, а правда этим политикам, как оказалось, не нужна. Наша страна направила представителям стран соответствующую ноту протеста. И вот спустя пять дней после инцидента Международная ассоциация гражданской авиации заявила о предстоящем расследовании. На совещании, проведенном в онлайн-формате, в котором приняли участие правительственные и авиационные чиновники из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши, государства-члены Совета согласились с тем, что под руководством ИКАО должно быть проведено международное расследование по установлению фактов в связи с инцидентом, связанным с рейсом «Ранейр» в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года. Закрывшие небо от наших самолетов европейские государства вынудили свои авиакомпании облетать Беларусь. Однако некоторым рейсам не согласовали маршруты, и они не получили разрешение на вход в воздушное пространство России. Второй день подряд из-за этого отменяют рейс из Парижа в Москву, не вылетел самолет и из Вены. Разрешить кризис с авиаперевозчиками должно расследование. Международная ассоциация гражданской авиации объединяет почти все государства ООН, устанавливает правила и порядок полетов, располагает экспертами, способными дать оценку действиям белорусских диспетчеров и пилота «Рейнэйр». Итог расследования может не удовлетворить желания европейских политиков, и, вероятнее всего, они будут всячески препятствовать установлению истины. Ведь извиняться после столь громких заявлений значит потерять лицо, да и авиакомпании, скорее всего, выдвинут иски о компенсациях потерь. Алексей Кряквин, ОНТ. По факту ложного минирования самолета «Афины» в Вильнюс возбуждено уголовное дело. Оно находится в производстве управления Следственного комитета по городу Минску. Как отметили в ведомстве, через деструктивные и экстремистские каналы и различные интернет-ресурсы распространяется неполная и непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах. В Следственном комитете призывают общественность не популяризировать клевету и циничные домыслы. Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных фактических обстоятельств. Объективно, беспристрастно, профессионально рассматриваются все без исключения версии. Уже установлено. На что обращаем особое внимание, что сообщений о минировании самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучается и анализируется записи переговоров пилотов авиасудна. Проводятся иные многочисленные следственные действия. Следственный комитет в полной мере готов и открыт к взаимодействию с заинтересованными и уполномоченными международными организациями, осуществляющими расследование по данному инциденту. Для подтверждения последовательности своих стремлений, следователями уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено это сообщение о минировании рейса. Вместе с тем отмечаем, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси. В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в пули зрения правоохранителей реквизитов протон-мейл в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года, к слову, зафиксировано уже 14 таких инцидентов. Обращаем внимание, что в последние два года возбуждено более 200 уголовных дел о ложном минировании порядка тысячи объектов инфраструктуры в Беларуси. В том числе 15 уголовных дел по фактам минирования национального аэропорта Минск и бортов самолетов. Отмечаем, что многократно минировались как белорусские, так и иностранные воздушные судна. В решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны содружества. И для сплочения стоит вырабатывать разные форматы взаимодействия. Об этом сегодня говорил Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, которые прибыли на заседание Совета глав правительств СНГ. Президент на правах хозяина, а Беларусь в этом году председательствует в объединении, лично встретился с гостями в Дворце независимости. Как восточному региону противостоять западному давлению, и на чем строить фундамент успешного интеграционного будущего, репортаж Натальи Тарасюк. Именно Минск, спокойный и уютный город, символично становится первой оффлайн-площадкой для встречи глав правительств стран СНГ. Беларусь в этом году председательствует и, как всегда, принимает радушно. И с солнечной погодой президент на правах хозяина встречает гостей и искренне говорит о преимуществах личного общения. Подводить итоги, а в этом году объединению 30 лет, и принимать судьбоносные решения лучше не по телевизору. Не в пример пандемийному 2020-му, когда дискутировали в режиме видеоконференции и по большей части говорили о медицине. Но чтобы и дальше вместе противостоять, в Содружестве нужно быть открытыми. Своим приездом вы всем показываете очень важный пример. Пример, что нельзя сидеть все время в заперти. Для нас тоже это пример. Нужно открываться, вести живой диалог, идти друг другу навстречу. Согласитесь, никакие даже самые современные технические средства связи, которыми мы вынуждены порой активно пользоваться, не могут заменить доверительное общение. Тем более, что вопросов для обсуждения всегда было много, сегодня их не меньше. Мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. Даже развал Советского Союза не смог окончательно порвать прочные интеграционные связи между братскими советскими республиками. Это была великая страна и во всех отношениях очень притягательный геополитический центр с развитой экономикой, передовой культурой, в котором мирно жили более сотни различных этносов. И сейчас на этот мир и мирный независимый регион откровенно и провокационно давят. О реальном положении дела Александр Лукашенко говорит откровенно, как есть. К эпидемиологическому вызову за год добавились угрозы куда разрушительнее. Запад экспансию своих колониальных интересов продвигает на восток. По привычному принципу, что дозволено Юпитеру, то другим странам не позволяется. Будь то строительство газопровода нашим союзникам или адекватная реакция самой Беларуси на угрозу международной авиационной безопасности. Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права рост числа случаев применения так называемого права сильного. Честно говоря, я в последнее время все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они это умеют демонстрировать. Логика наших оппонентов вполне понятна. Во-первых, мы укрепляемся, соответственно, способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов. И самый главный наш потенциал всех нас, всех – это наш дух. И, в-третьих, этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию. У нас интегрированная была экономика, она еще по многим позициям остается в кооперации. Интегрированы мы друг к другу. Порвать нас очень сложно, потому что экономика завязана. Давайте спокойно делать вот это дело, фундамент этот создавать, чтобы люди почувствовали, что да, есть толк. Не только там от союзного государства, не только от Еврозес и СНГ в том числе. Давайте не потеряем друг друга. Сила духа и единство, которые были во времена Советского Союза, никуда не исчезли. Но нужна модернизация, чтобы быстрее, сплоченнее отвечать на возрастающее давление на регион СНГ. Ведь его границы Запад планомерно делает территорией напряжения. Для этого даже просит, в кавычках, на выход. О принятом некогда решении Украины Александр Лукашенко упомянул спокойно. По факту. На его прямой вопрос, а зачем? Чем перегружены соседи в СНГ, четкого ответа не последовало. Но ответило время. Сейчас не то, что недозагрузка, а развал экономики и устаревшие предприятия, которые как-то работают. По большей части, благодаря тому самому общему наследию. Запад, вводя санкции, оказывая экономическое давление и политическое давление на страны СНГ, побуждает нас углубить наше сотрудничество. Почему? То только во взаимодействии друг с другом мы сможем решить те экономические проблемы, которые сегодня возникают у нас в результате этой политики Запада, в результате санкций. И сегодня, должен с удовлетворением констатироваться, как раз об этом все главы делегации говорили. Друзья, мы решим эти проблемы, только активизируя наше взаимодействие. Справляться с которыми поможет бэкграунд. Об этом, по сути, говорит Александр Лукашенко. То, что нас когда-то связало, кооперационные цепочки и объединяет по сей день, должно делать только мощнее. В первую очередь, экономически. По данным таможенной статистики, за два месяца товарооборот Беларуси со странами СНГ увеличился почти на 15%, больше 6 миллиардов долларов. Стали больше экспортировать, но и товары тех, кто в кругу экономического доверия, тоже покупаем. Очевидно, что основное внимание правительства стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Скажу открыто и прямо, если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного содружества независимых государств не придется. Даже скажу и Евразес. Настало время окончательно расставить все точки над «и», принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент – это экономика. Александр Лукашенко прямо оценивает перспективы и предлагает конструктивное решение. Для всего объединения. Только вместе, собрав потенциал, мощь и влияние стран-участниц содружества в единый кулак, можно эффективно противостоять любым западным вызовам. И в особенности санкционным. Ведь пока неоколонисты, привыкшие накапливать капитал за счет других стран, только выражают озабоченность по любому поводу и призывают к локдаунам, Минск предлагает помощь в борьбе с коронавирусом. Ковидную повестку в СНГ президент без внимания не оставил и сегодня. Ведь Александр Лукашенко, что называется, был на передовой, в красных зонах. Лично оценивал уровень медпомощи и поддерживал людей. Готов помочь иностранцам на этапе вакцинации. Мы с президентом Путиным, в последний раз встречаясь, обсудили вопрос помощи западным, гражданам западных государств. Хоть их правительство ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на спутник ВИ в западных государствах. И к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят, помогите. Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроить там соответствующие палатки, если нужно. Больниц у нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет бешенства в отношении пандемии самой и вакцинации населения. Опыт Беларуси, то, что президент просчитал наперед, не закрываться, а справляться, а затем и делиться, уже технологией производства антивируса и вакциной, стало для западных стран тем самым предлогом. Якобы эпидемиологическим, на самом деле для передела мира. Это обсуждали и на заседании Совета главправительств СНГ. Ценность сотрудничества с близкими партнерами и интеграция, как способ преодолеть давление. На всех и каждого в отдельности. Наше практическое взаимодействие по укреплению интеграции в СНГ было осложнено последствиями непрекращающейся пандемии COVID-19, которая негативно отразилась на мировой экономике, политике, и затронула многие сферы отношений и жизнедеятельности. Как ранее прогнозировал президент нашей страны, этот коронавирус вылился в попытки передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты. К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного давлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, устойчивое развитие на основе своих традиций и укладов, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь. Мы вновь наблюдаем, как добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг. В таких условиях тем ценнее сотрудничество с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которые для Беларуси, безусловно, являются страной-участницей СНГ. Главная задача для Содружества на поверхности – это поиск новых форматов кооперации. Позиции по многим вопросам и больше десятка сегодня уже согласовали. Подписаны международные договоры. Вектор понятен, но есть детали. По большей части мелочи, которым в Содружестве все же не место. Это особо подчеркивал Александр Лукашенко. Жизнь такая короткая. И вот как мудновение пролетает. И когда мы порой начинаем спорить на ровном месте, там делить рубль на четыре части, или тысячу кубов газа, не можем установить какую-то цену, в то время как в Туркменистане его девать некуда. начинаем выгадывать, пока еще живя в одном пространстве. Хотя бы в пространстве. Уже, может, не все в одном доме, а может, еще и в одном доме. Но это ненормально. Наша жизнь пролетит мгновенно. Убежден, что при наличии различных интеграционных форматов в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества. Тем более, что мы приближаемся к 2025 году, значимые вехи в развитии Евразийского экономического союза, когда должно быть завершено формирование общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергетики, единого финансового рынка, транспортного пространства, скоординированной агропромышленной политики. Это и станет тем самым базисом, чтобы выдерживать Содружеством любой политический и экономический прессинг. Кто бы ни пытался надавить и политизировать. Ведь у стран Содружества есть не только общие границы и опыт, но и стремление оставаться вместе, чтобы разбираться со всеми вызовами сообща. Наталья Тарасюк, Александр Злобин, Ангелина Декун. Наши новости. Депутаты определили, как рассмотрят проект закона об изменении Конституции нашей страны. В парламенте появится специальная комиссия. К такому решению пришли сегодня на заседании Совета Палаты представителей. Законопроект на рассмотрение внес президент. С такой просьбой к главе государства обратились сами парламентарии. Главное новшество – единый день голосования в местные советы депутатов и в Палату представителей. Это уже следующий шаг развития той идеи, которая родилась 19 мая на заседании совместном Палаты представителей Совета Республики. И вот уже сейчас в законопроекте, который внес глава государства, мы выведем четкую схему решения той задачи, которая была поставлена. Парламентарии должны подготовить законопроект не позднее 4 июня. И уже в первом чтении этот документ рассмотрят до конца текущей сессии парламента. Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси. Такое мнение высказали члены Конституционной комиссии сегодня на очередном заседании. ВЕЧИ определит стратегию развития общества и государства на внешнем и внутреннем векторе. Также в новой редакции главного закона страны предлагают переспределить полномочия. Часть перейдет от парламента к Всебелорусскому народному. Собрание хотят наделить правом оценивать легитимность выборов и объявлять импичмент президенту. Сегодня это функция парламента, но передача таких полномочий Всебелорусскому народному означает, что это будет более высокая гарантия со стороны народа в решении таких сложных кризисных ситуаций. Поэтому сегодня мы обсуждаем эти вопросы. Поступило также много предложений от граждан. Как раз сводится в целом к одному, что действительно этот орган широконародного представительства себя зарекомендовал. И надо на конституционном уровне определить его достойное место в системе органов государственной власти. Если принятие нового декрета о Совете безопасности ввело страховочный механизм на случай насильственных действий в отношении высших должностных лиц, а их нельзя исключать с учетом последних действий коллективного Запада, то введение в конституцию закрепления конституционного статуса Всебелорусского народного собрания вводит механизм так называемого императивного мандата, когда народ напрямую может влиять на принятие решения всеми госорганами. Одно из самых популярных предложений – усиление роли местного самоуправления. Так, члены конституционной комиссии обсудили финансирование этих органов, а также поддержали инициативу более широкого участия в них граждан. В первую очередь хотелось бы поднять статус депутатов местных советов. Хотелось поднять вопрос о возможности финансирования местного самоуправления. Мы должны понимать, что развитие местного самоуправления, развитие местных инициатив, сегодня они очень актуальны для нашего общества и будут способствовать развитию нашей страны в целом. Напомним, проект Конституции президенту должны предоставить к августу. Народное голосование пройдет в начале следующего года. Генпрокуратура нашей страны возбудила уголовное дело в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Риге. Для предварительного расследования дело направлено в Следственный комитет. Рассмотрев распространенное в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщение о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швет возбудил в отношении мэра Риги Мартинша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершениями умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Преступные действия выразились в публичных снятиях и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в Чемпионате мира по хоккею на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство беларусов. Ребята решили повесить белорусский флаг. Сегодня эта история получила развитие. Активисты партии «Русский союз Латвии» пришли к постаменту с флагами стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, чтобы вернуть на место государственный флаг Беларуси. Сделать этого, увы, не позволили сотрудники полиции. Под их защитой рубежи нашей Родины. День пограничника отмечают сегодня в Беларуси. Люди этой профессии всегда на передовой. И для многих это не просто служба состояния души. Граница нашей республики – это более 3,5 тысяч километров по суше и воде. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии. Но главное здесь, конечно, люди. Репортаж о праздничном дне Ирины Никитиной. С самого утра в Бресте праздничная. Зелёные фуражки, выправка и строевой шаг. В такой день пограничники особенно нарядные. Торжественным маршем под аккомпанемент оркестра прошли по улицам города. С праздником всего самого наилучшего. Для тех, кто посвятил жизнь охране рубежей Родины, 28 мая – это день встречи и воспоминаний о службе. Обычных дежурствах и громких задержаниях. В такой профессии много династий. И даже те, кому не довелось носить зелёную фуражку, но повезло вырасти в пограничной семье, ощущают свою причастность. Не каждому дано быть пограничником. Ребята вот стоят, они сейчас улыбаются. Но ежели где-то чего-то как-то, они станут в строй. Супруги Рахманько больше полувека вместе и вместе посвятили службе жизнь. Пусть даже пришлось охранять не одну границу. Всегда легче, когда есть надёжный тыл. Тогда пришёл, муж сказал, поступила команда, переезжаем. Всё, собираем вещи. Детей, хочешь не хочешь. Она награждена несколько раз грамотами за охрану государственной границы. Она с её помощью, можно сказать, задержала несколько нарушителей государственной границы. Пограничники, как и все военные, свято чтят память не только о собственной службе, но и о героических подвигах предшественников. Особенно в Бресте, городе, который принял на себя удар Великой Отечественной. Это место в Бресте называют пограничным сквером. В центре мемориал и 8 стел с барельефами тех, кто защищал западные рубежи. Алексей Новиков, Андрей Кижеватов оба погибли в первые дни войны. Прошло уже 80 лет, но о них до сих пор помнят. Именно сюда, в свой профессиональный праздник, приходят пограничники, гордо неся боевое знамя, переданное предыдущими поколениями защитников. Это символ доблести и чести. Соответственно, в случае утери боевого знамени воинская часть подлежит расформированию. Как видите, знамя Брестской пограничной группы отличается ещё и таким необычным атрибутом, как Орден Красного Знамени. Этим орденом награждён Брестский пограничный отряд в 1975 году за успехи в охране границы Советского Союза. Брестская пограничная группа – одна из старейших в стране и самая протяжённая в Беларуси. 350 километров государственной границы с Украиной и Польшей, половина которой – водные рубежи. Участок непростой – это западные ворота республики. До пандемии за год границу пересекали около 7 миллионов человек. Но график не зависит от пассажиропотока. Военные на боевом посту круглые сутки – такая специфика службы, которая никогда не заканчивается. Пограничник исторический – это человек, который искренне предан Родине. Мы же знаем, какой был приказ Гитлера. Если он услуги, что зелёные фуражки, зелёные погоны плен не брать, расстреливать на месте. Ничего не изменилось за прошедшие 80 лет. Принцип остался прежний. Задача прежняя – это безопасность нашего государства. Не просто государство, а государство, в первую очередь, нашего суверенного. Поздравление с профессиональным праздником пограничникам сегодня направил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что люди этой профессии – настоящие патриоты страны. Достойные наследники славы героических предков. В такой день торжества и минута молчания по всей республике, как дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Главная задача пограничника – обеспечить пограничную безопасность путём надёжной охраны границы. Граница, как вы знаете, живая граница. И обстановка там меняется практически ежесуточно, ежечасно. Очень много в последнее время появилось новых рисков, вызовов групп по здравоохранительной безопасности. Но чтобы выполнить задачу президента пограничника, у нас всё-таки есть. И личный состав, и технические средства. Я могу заверить, если наш белорусский народ, что кто к нам пойдёт не с добром, ему добро не покажется. Мы всегда рады гостеприимным гостям нашим. Пожалуйста, приезжайте, смотрите нашу Беларусь, радуйтесь, делайте свои выводы. Но нам только одно – навязывать какие-то свои проритеты из них и в области пограничной без вас. Я никому не советую. В столице руководство Госпогранкомитета, сотрудники и ветераны войск возложили цветы к Монументу Победы. Традиционное шествие пограничников продолжилось к острову мужества и скорби. Лучшие в охране рубежей получили очередные звания и заслуженные награды. Ирина Никитина, Анна Волковец, Кирилл Липовик. Наши новости. Сотрудничеству крепнуть. Завершился визит в Минск делегации Министерства внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России. За неделю гости не только посетили официальные встречи, но и ближе узнали нашу страну. Мемориальный комплекс «Хатынь», охрана промышленных гигантов «Белас» и «Белджи» и приятная завершающая аккорд-экскурсия во Дворец независимости. Представители делегации не скрывали эмоций. Хотим отметить очень высокую организацию этого мероприятия. Умение показать тот опыт, который сегодня страна достигла в различных сферах своей жизнедеятельности. Особое внимание, конечно, мы уделили к тому, как здесь относятся к исторической памяти страны. Поскольку без сохранения памяти о прошлом невозможно засечь каких-то успехов в будущем. Где бы мы ни были, мы везде видели любовь белорусов к своей земле, к своей родине. Стремление сделать ее лучше. И в то же время увидели доброжелательность, где бы мы ни ходились, будь это производственные помещения, будь это государственные учреждения. Везде люди знают, что они делают, ради чего они делают. И вполне понимают то, что именно от каждого человека, от каждого гражданина Республики Беларусь зависит ее будущее. Что касается насыщенной деловой программы, то делегации Министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана и России посетили белорусское профильное ведомство. Здесь обсудили взаимодействие и подготовку кадров. Посетили и учебные заведения при МВД. Беларусь избрана в исполком Всемирной организации здравоохранения. Решение принято на онлайн-сессии. Представлять нашу страну будет глава Минздрава Дмитрий Пеневич. Выборы проходили в несколько этапов. Членство Беларуси в этой международной структуре – результат высокой оценки вклада в систему общественного здравоохранения. Беларусь – лидер в регионе по применению передовых и успешных практик. Это значимое событие, с учетом того, что Беларусь лишь однажды была в исполкоме Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что это ключевой орган принятия решения в системе ВОЗа. И она состоит из 34 чинов. Мы избраны на три года. Среди преимуществ избрания в исполком Всемирной организации здравоохранения – более оперативное получение информации. Наша страна сможет донести свою точку зрения по конкретным вопросам за более короткое время без дополнительных звеньев. Напомним, 74-я сессия ВОЗ проходит онлайн. Основное внимание – борьбе с пандемией. Рояль от поставщика двора Его Императорского Величества появится в обновленном музее Янки Купалы Ехимовщины. Это рядом с Молодечна. Сейчас разрабатывают концепцию атмосферной экспозиции, ищут и приобретают вещи политической эпохи. Одной из особо ценных покупок и стал король инструментов. К слову, песняр любил не только слушать музыку. Александр Матяс – «Черным по белому». За надежной дверью, как за каменной стеной, одно из самых громких поступлений в музейный фонд страны. Дидерихс Фрэр – братья Дидерихс. Марка рояля собрана в Санкт-Петербурге между 1900 и 1905 годами. Можно уточнить по номеру. Эти инструменты имели специальную приладу, срудинку, кнопочку, которая позволяла играть тишей и не перешкаджать с уседям. Стиль модерн, аккуратная эпоха, початку 100 годов, клавиши слоновой кости и бенового древа. Купала имею абсолютный слых. И хоть никогда не учился играть специально, но вспоминаю есть, что он на слых подбирал любые мелодии и играл вельми добро. Инструмент с профилем Моцарта требует настройки. Редкий экспонат взяли по приемлемой цене у частного лица. Сохранность безупречная. По легенде, на этом рояле играл композитор Богатырев, автор кантаты белорусским партизанам на стихи Купалы. Кожная наша экспозиция, она мае свою такую мастацкую вобразную назву. Например, окопы – это кропки моцы. Ляуки – это гости. И вот наша экспозиция тут, у Минску, она мае назву «Шляхи». Это шляхи янки Купалы по Беларуси и шляхи янки Купалы до Беларуси. А у их мужской наша экспозиция будет называться «Жалейка», потому что именно там были написаны верши, которые лягли у основы первого сборника янки Купалы «Жалейка». Сборника, который принес молодому поэту европейскую ведомость. 115 лет назад поэт оказался в усадьбе Любанских, служил на Броваре. Помощником винокура сохранился флигель 1857 года, в котором жил Купала и сочинил народный гимн. А кто там и где? Пространство памяти устарело и морально, и физически. Побывать в Ехимовщине, не покидая Минска, все дороги поэта сходятся в его главном музее. Виртуальный тур – хорошая возможность познакомиться, но экран не заменит реальных ощущений от прикосновений к дверной ручке, которой касался Купала. Реновация не затронет его мемориальную комнату. Научная концепция проекта почти готова к работе над образом. Уже приступил художник сдать экспозицию под ключ, намерены в следующем году. Паперы и оловок были зауседы при мне. Из мемуаров – песнира, который любил не только слушать музыку. Александр Матяз, Дмитрий Буй. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok